Музыка 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 Да что-то больше не надо ничего, вот так вот и надо весь припев, за сандалит, и все. Все дуэли позади. С нами остались чуть больше половины первоначального состава участников проекта «Голос». Но это лучшая половина. Это «Голос за кадром». С вами я, Дмитрий Нагиев. Теперь на поле боя уже не будет необстрелянных новобранцев. У каждого из этих гладиаторов на счету по одному поверженному сопернику, не считая тех бойцов, которым помогли перевязать раны наставники, вернув их в строй. Что творилось за кулисами, пока участники бились на ринге, смотрите сегодня. Этот дуэт – больная тема для Леонида Агутина. Наставник винить себя в том, что подставил одну из конкурсантов, дав ей в напарнице настолько сильную исполнительницу. Хотя сразу после слепых прослушиваний идея сделать такой дуэт показалась ему замечательной. «Слушайте, вы вместе представляете собой универсального солдата. Вас бы объединить и сложить вместе. Так вот низко начинать, потом хребаться и наверху. Так как вы люди разные, будем вас все равно как-то объединять». «Это две артистки, которые пришли со слепых прослушиваний с мужскими песнями. Вышли. Обе. Одна мужская, циноровая, а другая такая баритональная, циноровая. И очень... Они должны были спеть вместе. Обязаны были спеть вместе. То, что задача практически невыполнима, Леонид Агутин понял уже через пару дней. Идеально сочетающиеся голоса – это еще не все. Характер энергии с Закировой и Анны Александровой оказались просто несовместимы. Дошло до того, что наставник кричал на репетициях. «Отлично. Что с вами, блин? Что случилось? В трагедии? Что такое?» «Не знаю. У меня трагедии нет, например, никакой. Все хорошо?» В замок из дождя Аня вошла уже вся в слезах. Что это? Нервный срыв или попытка лишний раз привлечь к себе внимание наставника? Соперница нервничает. «У меня нет с Аней какого-то контакта. Я пытаюсь к ней как-то проникнуться, а она от меня закрывается. У меня непонятные слезы, честно говоря. И это меня немножечко коробит. Я имею троих детей, и я не хочу, я не приехала сюда за тем, чтобы заниматься, быть психологом, психиатром для кого-то. Раз, два, три. «Мы вошли в этот замок из дождя, только твое...» Дальше хуже. Песню о единении двух сердец Наргиз и Аня даже в уютной репетиционной студии поют, будто отдельно друг от друга. «Ну я к тебе контакт, а ты от меня». «Ты меня не бойся, я не поставлю. Я заполняю задачу, как на самом самом деле». «Я выполняю задачу. Даже не заметишь». И тем не менее, несмотря на все эти трудности, они упорно продолжали пытаться полюбить друг друга. К удивлению наставника, внешне эксцентричная Наргиз Закирова на репетициях показала себя на редкость собранной и целеустремленной. «На последней репетиции вдруг я понял, что я дело имею со взрослым человеком не просто по возрасту, а со взрослым, слава богу, здесь, несмотря на окажущую такую отвязанность, я не думаю о чем, но большую работу над собой, большую, она способна справляться. Я это вижу». И они справились. Что бы там ни было раньше, на сцену Наргиз и Аня вышли так, как будто всю жизнь пели вместе. Даже не вышли, выбежали босиком, по холодному полу. При этом на лице Александровой впервые за последнее время не было видно слез, а Закирова наоборот дала, наконец, волю эмоциям. «Мы спасли в этом самке из дождя, только двум летли и я». Теперь Наргиз говорит, что ее спасли скрипки. Их голос заставил прекратить паниковать и показать все, на что она была способна. «Я услышала этот чистый, красивый такой звук, и у меня ушло все это абсолютно. И я уже не думала о том, что останусь я или останется Аня. Мне просто было настолько в кайф находиться вот в эту минуту на сцене, что... И снова наставники в шоке. Это очень похоже на результат слепого прослушивания Наргиз Закировой. Она второй раз заставила мэтров изъясняться между медиями». Александр Борисович. Ээээ... Тэээ... Хресь? Да, хресь, и потом... Хресь, потом Дилайла... Хресь. Опять Дилайла... И просто я не знаю, не могу, не могу передать, не могу, сейчас я не могу передать. Из меня какой-то... Не могу правильно даже слова сейчас построить свои. Только Леонид Агутин сидел в мрачнее тучи. Он обязан что-то сказать. Я, конечно, сделал страшное, Анечка, ты меня прости. Я тебя поставил под бульдозер. Но мне хотелось, чтобы ты с этим справилась. И ты справилась. Ты смогла все сделать. Но дальше мы с моим бульдозером еще понаворотим. Чуть. Наргиз. АПЛОДИСМЕНТЫ Со сцены обеих конкурсанток уносили на руках. Ну как ощущение? Чувствуешься звездой теперь? Ха-ха-ха. У-у-у!